Хотите спросить меня, почему я квадратный как бодибилдер в костюмах тройка? Ребята, я в Сталкрафте. Иди своей дорогой, Сталкер! Да, вы не ослышались, это как бы и Сталкер, и Майнкрафт, но одновременно ни то, ни другое. Сталкрафт это бесплатный 3D MMO RPG шутер от первого лица в открытом мире. Как бы Сталкер онлайн, только в оболочке Майнкрафта. Звучит так, как будто это либо игра мечты, либо полнейший шлаг. Честно сказать, изначально я был настроен на второе, но когда я увидел 12 тысяч человек онлайн в будни, а это как бы только в лаунчере, там еще и в стиме несколько тысяч сидят, это уже явно заявочка, что самый крупный MMO шутер у них на сайте не просто так написано. А значит, людям нравится. Вообще, проекту уже много лет, но я узнал о нем только сейчас. Наиграл десятки часов, и это просто охуительно. Первое, что я увидел, это дико смешные квадратные рожи. И казалось бы, ну какой Сталкер, однако атмосферу чувствуешь с первых минут. Да, та самая мрачно-сталкеровская, но как будто игрушечная. То есть ты, вроде бы, держишь в руках полностью реально детализированную модель оружия, но квадратными сосисками. Такая эклектика, казалось бы, несовместимых элементов, создает какой-то уникальный вайб. И буквально спустя час ты уже не замечаешь, что играешь кубиком. Но давайте по порядку. Первым делом нужно выбрать фракцию. Сталкеры или чики-брики-бандиты. Выбор стоял сложный. Конченого отброса я отыгрываю и в реальности, и у меня таких полный район, поэтому Сталкеры очевидный шанс хоть где-то жить нормально. У обоих свои владения на разных частях карты, но при продвижении по игре все чаще и чаще пути будут пересекаться. После небольшого вступления, кстати, с киношечкой, нас будет. О, проснулись, улыбнулись. И я все больше начинаю подозревать, что все разработчики следят за мной, потому что в каждой РПГ мне, как и в жизни, с утра какой-то персонаж рассказывает, где я нахожусь и как устроен этот мир. Это Казахстан? Казахстан, да? А устроен он мрачно. По всем канонам сталкеровской вселенной. Аномалии, артефакты, маслины, водочка. Кровосися. Сплошная безысходность. По сюжету нам снится один и тот же голубой сон про шар. Таких особенных еще много. И все они прутся в зону отчуждения за этим шаром. На этом нас выпускают в целый мир. Но сначала бросают в болото. Знакомят с базовыми механиками. Учат класть на аномалии болты, искать артефактусы и прятаться от выбросов. А также выполнять квесты. Основные продвигают по сюжету. Второстепенные дают авторитет у братишек на базе. За что нам любезно предоставляются плюшки и возможность крафтить и улучшать оружие и экипировку. Которые тут ну просто в какой-то нереальной подробности представлены. Глушители, приклады, прицелы, цевия. Все крутится-вертится. Куча инфы, халегали тоси-буси. Хочешь вот этот автомат? Делай сначала вот этот, чтобы через него сделать вот этот. Для всего этого барыге нужно принести разные ценные ресурсы. Которые можно найти только на улице. Например, алмазы. Нет. Тут есть кое-что по цене. Плесень. В норках если напихать мутантом, а у людей естественно отбираем семки. Самое сложное это все найденное донести до базы. Потому что по пути семки или не дай бог срачник могут разлететься вместе с тобой от аномалий. Их могут отобрать другие игроки из вражеской фракции или даже союзники. И это самая главная изюминка игры. Мультиплеер. Каждый тут живет своей жизнью. Ты можешь играть один с другом или командой. Можешь даже в некоторых случаях объединяться с врагом для совместной выгоды. Или же предательски кинуть его. Дело в том, что когда тебя убивают, в сталкрафте ты можешь потерять вещи. Но не все, а только определенные. У тебя никто, например, не может отобрать оружие или броню. Но вот срачник и другие ресурсы могут быть отобраны после попадания шальной маслины. И придется заново их фармить, если не успел донести до базы. От этого возрастает азарт. Каждый раз, каждая вылазка уникальная. Фаст тревела тут нет. Довсюду нужно флексить ножками. И чем дальше, тем ценность ресурсов увеличивается. Как и разнообразность в ситуации. Как-то я полчаса выкапывал ресурсы. Бежал на свалку под городом пуль, не останавливаясь. Потому что там постоянно какой-то Вьетнам. Чтобы наконец все сдать по квесту в безопасную зону. Около входа в эту безопасную зону меня караулил бандит. Которого я на реакции мангуста застрелил метким попаданием целой обоймы в голову. Мне оставалось пробежать 3 метра до двери. Я понимаю, что сзади меня уже раздаются очереди. Из жадности я быстро забираю у этого бандита все содержимое его карманов. Ииии становлюсь перегружен. И я ползу со скоростью улитки. Времени все выкидывать нет. Выбор мой доползти улиткой. И вот когда мне уже оставался метр до двери. Привет Андрей. Из нее выходит другой бандит. Мне не хватило буквально секунды. Как говорится, жадность фрая разгубила. И такое просто сплошь и рядом. Бывает ты, бывает тебя. Квесты в игре не напрягают. Хоть в ММО они всегда сделаны для галочки. Тут видно, что ребята заморочились. Даже качественная профессиональная озвучка присутствует. А я твое мнение на своем мохнатом хрине вертел. Но вот от чего у меня буквально сгорела жопа. И за что я передаю пламенный привет. Это уровни с паркуром. Я просто обожаю зажимать как кальмар по 3-4 кнопки одновременно. В то время как меня пытаются скинуть в пропасть светящийся пердеж. Просто балдеж. В остальном, ля, мне прям понравилось. Вообще приятно изучать игру. Куда что фармить, планировать маршруты. Это еще при учете того, что я добрался буквально до бара. А как поговаривают, настоящий сталкрафт тут только начинается. Чувствуется, что ребята прямо любят свой проект. Пытаются постоянно его улучшать. А не делают все для того, чтобы как можно больше выкачать на донатах. Постоянно какие-то ребалансы, новые ивенты, обновления. Короче, мое мнение, что для любителей вселенной сталкера, это вообще мастхев. А остальным как минимум советую попробовать. Уверен, для кого-то я прям сейчас открыл ящик Пандоры, который засосет его на десятки, сотни, а может даже тысячи часов. А чтобы было веселее, по ссылке в описании вас ждет куча ништяков. Ну а у меня на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не болейте и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok